Говно самый лучший канал Какая у них кожа? Какая у них кожа? Кожа какая? Че ты встала? Че ты встала? Че ты встала? Чуваки. Сладно тебе я. Я сегодня очень поздно пришел с работы. Поэтому ролик такой, извините, поздний, да? А Юлька, Юлька, да? Молодец. Вот я с работы пришел поздно, а она не идет спать. Ждет меня, пока я приду домой. Когда хозяин домой придет, да? И не просто ждет, она готовила мне макарошки с сосисочкой. Салатик Оливье сделала. Да-да, не удивляйтесь, Оливье. Я как француз сегодня. И домашний компотик. Ваше здоровье. Ммм, вкусно. Тут один человек. Тут один человек. Нормально получилось. Спрашивал, че это я все американское люблю. Карает у меня американский, дрессинг американский. В американском доме живу. А вот сегодня не американский дрессинг. И вообще, заговорился я что-то. Ролик-то совсем на другую тему хотел сделать. Ролик о чаевых. Вот вы знаете, что я работаю игрушником, да? Вот. И сегодня хотелось сказать, как это все функционирует. Насчет чаевых. Даже, вернее, не как функционирует, а вообще, кто дает чаевые, кто не дает. Вот, например, в ресторанах, да? Как бы принято показывать такую культуру, да? Давания чаевых. Этим самым в ресторанах, да? Вот, кто работает в ресторанах, эти вот швейцары, вот эти вот, да? Все вот эти вот официанты. Им принято давать чаевые. Во всяком случае, во времена СССР это было принято. Вот. Тем самым, люди хотели показать, что я выше тебя, типа, кто ты такой? Типа, ты швейцар, типа, кто ты такой? Ты, типа, там, официант, я выше тебя, вот тебе на чай, типа. В такси то же самое. Да ты таксист, типа. Вот тебе на чай, типа. Я выше тебя, у меня статус выше. А вот с грузчиками, во всяком случае, у нас в Швеции нет такого. Может быть, это потому, что никто себя выше грузчика не чувствует в Швеции? По статусу. Вы же знаете, что грузчики, это, ну, как короли. Вы же видите по мне, да? Какой я весь крутой чувак. В каких куртках хожу за 25 баксов. В таких куртках ходят только короли или грузчики. Да-да, не удивляйтесь, засранцы. Вот. Вот. Вот перевозишь кому-нибудь хату, да? Вот перевозишь хату, например, французам. Не дают чаевых. Ну, вот не дают, суки. Перевозишь хату полякам. Тоже не дают. Перевозишь хату норвегам. Тоже не дают. Перевозишь хату шведам. Тоже не дают. Не, ну, иногда дают, конечно. Иногда все дают. Но очень редко. В основном дают, ну, один процент, наверное. Из всех вышеперечисленных, так сказать, национальностей. Русских перевозишь. Своих, своих родных русских перевозишь, да? Не дают. Не дают. Наоборот. Еще и пожаловаться могут, что дорого с них взяли. Темнокожие братья тоже не дают. Представляете? Ну, не дают. Арабы даже вообще за ту цену, которую их перевозим не хотят платить. Короче, никто не дает. Но. Но. Есть одно но. Вот я человек, который обращает внимание на детали, да? Я уверяю, на нашей фильме грузчиков на это внимание никто не обратил. Но я, сука, я, сука, на это внимание обратил. Есть одна нация, которая дает чаевые. Даже две нации. Две из наций. Это финны и немцы. Вот фашисты, да, которых вы называете, немцев, которых вы называете фашистами, да? У меня вот там самолетик раньше висел, да? С Первой мировой войны. А вы меня обозвали фашистом. Ну, ладно. Фашисток фашист. Так вот. Вот фашисты, да? Так называемые фашисты. Вот представляете? Дают чаевые. Причем всегда. Всегда фашисты, немцы, дают чаевые. Последние два года, мы вообще-то немцев перевозим не часто, да? Но вот последние два года, каждый раз, когда мы перевозили немцев, я сразу говорил напарнику. Сегодня будут чаевые. Он такой, как знаешь. Я говорю, я великий предвидец. На самом деле я никакой не предвидец. Я просто человек, который внимательно обращает внимание на детали. И мы перевозим, короче, немца. Раз. И дает на чай. Причем хорошо дают на чай. Не какой-то там один бакинский, да? Там, например, работа занимает 4-5 часов. Они могут дать на рыло 30 евро. За такие деньги во многих странах, я думаю, люди будут работать не то, что на чай. Вот. И меня спрашивают, спрашивать начинают напарники, а как ты знал, что чаевые будут? Я говорю, потому что немцы и финны всегда дают на чай. Вот всегда. Вот не было ни разу, чтобы немец или финн не дали на чай. Не было. Причем, не важно, богатый немец, бедный немец, средний немец, все немцы и все финны дают на чай. А вот шведы, русские, арабы, темнокожие братья, не важно, богатый, бедный, среднячок, не дают на чай. Вот не дают и все. Вот как вы мне это можете объяснить? Почему немцы и финны дают на чай? У меня нет этому объяснения. Нет. Вот немцы, которые проиграли русским войну. О! Еще один нюанс. Каждый раз, когда я перевозил немцев, они спрашивали, кто я по национальности. Я вот хотел сказать, что я австро-венгер. А вот думаю, не скажу, я им говорю, я русский. Думаю, вот может сегодня не дадут на чай, только потому что я русский, штопанный гандом. Нет. Дают все равно. Вот несмотря на то, что я русский, да? Вот несмотря на то, что мой дед убивал ихних дедов на войне, да? Они мне дают на чай. И финны дают на чай. Вы знаете, зимняя война была, или финская война, как она там называется. Но мой дед там не был. Мой дед там никого не мочил. Вот. И тем не менее, вот финны тоже знают, что я русский. Финнам-то вообще нельзя говорить, что я австро-венгер. Потому что финны и австро-венгеры это, в принципе, одна и та же группа. Финно-угорская группа. Я, в принципе, сам финн. Вот. Так вот, финны, зная то, что я русский, все равно дают на чай. Вот я не понимаю этого. Не понимаю. Вот. Вот что я хотел до вас сегодня донести. А почему я это вам сегодня донес, да? Потому что сегодня я перевозил одного чувака. Естественно, немца. Который живет уже здесь, по-моему, 30 лет. У него своя фирма. Он адвокат. Мы его контору перевозили. И несмотря на то, что мы перевозили его контору. То есть, он не платил нам из своего кармана. Когда перевозишь контору, да, высылаешь такую фактуру, короче. Ну, вам долго объяснять, короче. Фирма платит, а не он сам. Но, тем не менее, чаевые дал из своего кармана. Ну, вот как? Вот почему? Я не понимаю. Ну, почему финны и немцы дают чаевые? Ну, я как бы тупой грузчик, у меня нет на это ответа. А вы вот все умные подписчики, вот напишите мне в комментах, почему финны и немцы, сука, дают на чай. Вот объясните мне. Давайте! Чо!